всем привет привет ребята привет господа и дамы воскресенье с утра еду на работу опаздываю но блин хочу запилить видос потому что работаю каждый день до 10 вечера а в 10 вечера что-то видосы уже не пилятся постоянно каждый день в итоге выходит всякая хрень я смотрю бывает вечером вот в 10 вечера youtube даже посмотреть нечего думаю ну как же своих замечательных товарищей оставлять без видосов когда вокруг одну хрень показывают хотя бы кому-то будет это интересно вот решил запилить видос по поводу платона все конечно про него уже запилили видосы все все рассказали будет сплошная банальщина но все равно во первых я хотел решил подумать ну как из чего вдруг появилась необходимость как с чего вдруг всегда они хотят с нас приходить побольше бабла побольше денег но тут еще же у нас война в сирии и это как не знаю наверное такой козырь козырь в рукаве для чего у нас война в сирии по сути ну так вот если глубоко наверно копать если совсем глубоко то хрен его знает а если вот так вот но для того чтобы вернуть высокие цены на нефть потому что там же сирии все довольно таки много нефти и так как сейчас ее продают там вообще за задешево увидела задешево продают раз в основном среди из-за нефтяных ресурсов там вся заваруха то идет и страны запада вмешиваются но соответственно сейчас если захватить это все дело в свои руки то можно смело отсечь вот этот поток нелегальной нефти с сирии другие страны мира ну и как следствие поднять общий уровень цен поднять свою нефти мало всем она нужна все можно смело поднимать цены вот но чтоб вести войну то нужны нужны деньги и хоть и говорят что там не тратится совсем на эту войну ну в смысле по запланированным бюджетом еще что-то ощущение что денег то в обрез деньги то все попилены да все потрачены да куда попало запиханы еще не хватает на нормально это вещи на отдых съездили наверное все наши люди которые распоряжаются деньгами в стране всем соскам купили по бентли там кто подешевле кто он по маленьким городам типа ежевска может быть по инфинити купили еще покой по ауди конечно же и денег то в обрез до чего в обрез не хватает откуда деньги брать так понятное дело давайте-ка введем хорошую доилочку вот отличный платон это как раз доилка причем ладно бы вот говорю в идеале это если пойдет реально как бы на на бюджет на выполнение каких-то пусть даже на затычку каких-то дыр так называемых да бюджетных ну ладно если мы вроде как они воюют для того чтобы повысить цены на нефть чтобы в итоге все-таки получить какой-то бонус прибыль с этого дела соответственно прибыль как материальном цены на нефть таки в моральном плане что вот посмотрите победители против терроризма воюем нужно как говорится вложиться чтобы что-то получить нужно вложить и вот это такой вклад вроде как эти деньги с платона но плохо будет и вот процентов 50 как минимум оттуда денег уйдет опять же по карманам всех замечательных людей которые распределяют в нашей стране эти самые денежки опять все эти их сыночки будут в англии жить на хорошем уровне может быть просто какой-нибудь коля депутатский сын пошел в столовую в первом классе где-нибудь в лондоне смотрит а у него iphone может быть там да ладно iphone какой-нибудь у него хитрый телефон верту верту не такой навороченный как у одноклассника из саудовской аравии ну и чё делать нужно денег где-то сострич папки а деньги то будут состригаться далеко не с дальнобойщиков это дальнобойщики вышли правильно ну как правильно я конечно против всяких демонстраций надо подчиняться нашему руководству надо выполнять все необходимые нормы правила тем более законы и ну всякую в общем эту замечательную вещь но негодование дальнобойщиков вполне понятно что они платят за все подряд а жить то лучше не становится им но кроме этого вот все обычные люди конечно тоже это понимают но все таки с кого в итоге эти деньги возьмут эти деньги даже возьмут не столько с дальнобойщиков но и с них тоже эти деньги возьмут не с буржуев из ни замечательных мешков не из каких-то воротил эти деньги возьмут с бабушек эти деньги возьмут с твоей мамы это деньги возьмут там со студентов короче со всех кто работает то работает на работе и получает зарплату с них возьмут под 2010 эти деньги потому что эти деньги Подорожали перевозки Это просто подорожание перевозок по всей стране Соответственно подорожают все товары Все товары Даже которые вот тут выпускают Не знаю, какое-нибудь мясо свинины Корм для этой свинины Привозят на машине Саму свинину довозят туда-сюда Да даже просто Пусть даже вот тут выпускают, тут и продают И все равно эта хрень подорожает Потому что тот, кто продает Он тоже хочет пожрать А он идет в магазин, а туда-то привезли батоны Цены-то взлетели Ему, чтобы прокормить себя и свою семью Надо опять же больше платить Короче, взлетят цены Все, все цены взлетят на те миллионы Которые собирает Платон Платон там за два дня работы собрал Не помню цифру, честно говоря Сколько это миллионов рублей Так вот на эти сколько-то миллионов рублей Подешевеют, уменьшатся наши карманы Уменьшатся карманы тех, кто просто получает зарплату Кто не может взять и поднять сам себе зарплату Поднимут на цену все торговцы Все абсолютно Перевозчики Вообще Все, кто выставляет цену Кроме тех, кто получает зарплату на заводах Кто получает зарплату в магазинах Кто тем более получает зарплату в больницах В школах Кто тем более получает пенсии и стипендии Все вот самые незащищенные слои населения А это что значит? Это значит, что у них будет меньше денег, чтобы покупать А это значит, у тех, кто продает Будет меньше прибыли Потому что у тех, кому он продает ни хрена денег нет Они ничего не покупают Они покупают буханку хлеба черного И рулон туалетной бумаги Ему же нужно поддерживать свои штаны И он опять взвинтит цены Чтобы чисто на рулоне туалетной бумаги И на хлебе на черном Вернуть свои деньги Это значит, что скоро вообще все будет стоить дорого Но я надеюсь, что может быть это будет не так И заплатим мы с вами Мы с вами, дамы и господа, заплатим за это дело За этот Платон Этому Коле, сыну депутата, на верту Мы с вами скинемся Бабушки скинутся из последних гробовых Но я, конечно же, ни к чему не призываю Как же мы можем поднять цены на собственный труд? Как? Нам только могут понизить зарплату Сам лично я не могу прийти и поднять цену на свой труд Ну могу повыпендриваться там на 3 копейки Поднять, может быть Если я очень ценный специалист А скорее всего всех просто поменяют на других На более голодных Только все вместе сообща Люди могут поднять цену на собственный труд Ну а как и кто поднимает цену на собственный труд Эта история показывает Я же желаю всем мира, добра И призываю всех к пониманию, толерантности И тому подобным всяким замечательным вещам Ну единственное, что может быть Можно извлечь из этого То, что так и так скоро будет хватать Лишь на буханку черного хлеба и на рулон бумаги Поэтому сейчас, когда все По большому счету многие банкротятся в предприятии И многие продают там товары по себестоимости И сейчас единственное Это можно пойти и купить куртку нормальную за полторы тысячи рублей И радоваться, что тебе будет хотя бы в чем ходить Ну если ты подсуетишься И если сейчас у тебя есть немного денег Ладно, давайте всем пока Приехал на работу Пишите комментарии Еще раз хочу сказать Призываю всех исключительно к миру, правопорядку, добру и тому подобным вещам Всего хорошего